приветствую все кто заглянул на мой канал спасибо тем кто подписывается оставляет свои комментарии ставят лайки диана пробует себя в качестве супер фотографа она заплатила такие бешеные деньги за курс теперь надо пытаться использовать то чему ее там научили показывает она свой завтрак на белоснежной тарелке лежит кусок черного хлеба на которой она выложила авокадо там виднеются кусочки красной рыбы а сверху яйцо пашот в начале картинка мне понравилась очень эстетично выглядела но ровно до того момента как она начала ковырять желток ножом добиваясь того чтобы он потек но было бы гораздо красивее и эстетичнее если бы она резала это яйцо не посередине а сбоку и достаточно было бы одного небольшого разреза чтобы этот желток вытек и получился тот результат которого она добивалась а то как делала она во первых это и выглядело некрасиво и вообще испортила всю картинку желток разрезала начала его пилить а он не вытекает упорно она начала еще его пилить и ножом стала давить только тогда он потек общем испортила всю картинку диана говорила что у них по планам поездка на рынок в этом ролике она как раз эту поездку и показала магазины в городе они уже все отбегали остался только рынок на рынок они едут тем же составом которым поедут и в турцию а диана идет мама сестра и родик встретились они диана посмотрела на мамину одежду сделала ей комплимент хорошо выглядит мама в кофточке которую ей привезла диана из испании и тут иру понесло и кофточка то совсем не дышащая и производство то китай и вообще все вещи которые привезла диана китайские а чем ее не устраивает китай фабричные китайские вещи во все времена были качественными натуральный китайский шелк чего стоит это одно ей привезли вещи в подарок чё носка пылит вчера диана маме мозг выносила сегодня ира решила вернуть сдачу но дружная семейка ничего не скажешь довольно часто диана рассказывает что они с мамой ссориться и ссориться очень сильно мира и взаимопонимания нет во многих семьях вспыхивают скандалы их семья не исключение но ира так умничает когда говорит о своей матери которая матерью то для них и не было но сама-то совершает ошибки пусть другие но дети обе ее дочки от нее как от мамы не в восторге рассказывали как раньше она орала как безумная за малейшую провинность и сейчас не лучше постоянно сует свой нос постоянно пытается учить их жизни гена говорил увидит мусор на полу орать будет неделю в общем я так понимаю им поругаться мир ну вообще ничего не стоит ну вот если бы ира привезла матери какую-то вещь это я так ответила шо китай что ли чтобы она и ответила сказала бы что мать зажиралась мать неблагодарная себя не видно кофточка китайская вообще все вещи китайские ну если такая понтоколочится но тогда пусть едет в столицу там много магазинов с итальянскими французскими испанскими американскими вещами одевается там чё на рынок тогда прется там она что будет покупать не китайские кофточка это на ней симпатичная ей идет если качество нормальное но какая разница какая страна производитель ну серьезно она как заговорила про это я прям бабку услышала вот как бы ира не хотела быть похожей на мать но генетика все-таки вещь упрямая и сильная приехали на рынок ну и диана начала оправдываться не солидно же теперь по рынкам бегать стала вспоминать как в детстве их одевали именно с рынка как она такая маленькая девочка стояла на картонке переодевалась и хоть ее и прикрывали ей все равно казалось что на нее все смотрят с детства это женщина повернута на себе я сейчас кажется что все на нее смотрят и без ума от такой красоты правильно и рассказала маленькая была зря переживала что смотрят ты здоровая никому не нужна можно по-разному понять эту фразу ну типа здоровая не нужна на моменте примерки вещей типа никто не будет на тебя и сейчас смотреть если ты будешь стоять на картонке и переодеваться или ну да это и по жизни нафиг никому не сплющилась чтобы ира не имела ввиду но по факту ведь так и есть лёха-то бедолага уже давным давно нажился и готов свалить в туман и прикрыться тучкой лишь бы только свалить мама и дочь блин как две змеючки упражняются в красноречии кто же сможет укусить больнее пока что один-один карина правильно сделала она с ними не ходила вот они встретились она попала в кадр и в общем то на этом и все она пошла сыном сама по себе что она покупала что она выбирала так и осталась за кадром правильно и сделала итак первая примерка ира выбирает себе шортики диана бог мой что я вижу она стоит в платьице ну вот совсем другой калинкор ой как я люблю вот эти видео с примерками и покупками одежды в общем стоят они мама и дочь а любуются на себя в зеркало а какой у иры рост диана говорила что у нее рост 165 а ира намного ниже тоже полторашка как и бабка ну ладненькая я не знаю как выглядела баба таня когда была в возрасте иры но ира выглядит очень неплохо я сейчас не в плане лица как она выглядит то морщины и прочее прочее а именно в плане фигуры вот стоит она такая стройная женщина не худая не толстая и ноги кстати у иры не такие массивные как у дианы так что севка зря говорил что у милены ноги точно такие же как у иры нет все-таки разные даже у дианы не такие и вот когда они стояли рядом это очень сильно бросалась в глаза где-то у дианы как у слона вот знаете ровные столбы она хоть и пыталась так знаете ножку ножкой прикрываю так вот как бы одну ножку выставлять вперед чтобы было не так заметно но видно что толстый я говорила уже что диана на фигура мне напоминает фигуру кенгуру нее низ массивный а вверх такой какой-то меленький такой щупленький но ничего не сделаешь такой тип фигуры изменить она к сожалению ничего не может может быть она и хотела а может быть ее все и устраивает почему бы нет на вкус и цвет как говорится фломастеры разные далее диана примерила голубое платье посмотрела на себя и назвала девочкой дурочкой и так глупо захихикала самокритично конечно но насчет девочки я бы поспорила все-таки почти 30 лет а в остальном в общем то все правильно и вот этот дебильный смех в принципе и подтвердил ее второе слово и так голубое платье тоже неплохо почему бы нет в общем и целом это ее фасон ну и хоть какое-то разнообразие в гардеробе платье да еще и платье василькового цвета почему бы и нет далее вот белая кофточка тоже отлично смотрелась такая легкая воздушная по фигуре дианы неплохо смотрелась нормально вроде бы и не облегающая диана не любит облегающие вещи и не такая объемная как в принципе она в последнее время покупает себе одежду в меру такая свободная кофточка вот эта полосатая майка тоже неплохой вариант и по фигуре подошла но это не ее стиль опять она полезла по этим огромным бесформенным футболкам коих у нее уже превеликое множество я думаю что у лёхи в гардеробе тоже таких полно она в принципе могла бы не тратиться попросила бы у мужа он бы ей одолжил в прокат за небольшую сумму а дальше вообще трэш пошел примерила она джинсовый топ и топ какой-то зеленых цвяточек ну а стой что первый что второй вот эта полосатая майка она которая вперед мерила она смотрелась на ней намного лучше и фигуру подчеркнула но это же но хрень полнейшая и другого слова не могу подобрать чтобы описать это эти вещи вот явно она клюнула на них только потому что можно брюхо оголить и вот и и наколочка еще да это тоже очень важно она должна быть видна поэтому диана теперь выбирает вещи с расчетом на то чтобы была у нее такая вещь в гардеробе которая будет показывать эту наколку не будет ее закрывать померила она еще один полосатый топ его она впоследствии купила ну в общем то тоже смотрелся на ней неплохо стоит и ноет говорит набрала всякой фигни на 5000 и только тогда очухалась 5000 такая сумасшедшая сумма для нее а ведь она сейчас на данный момент безработная вот лишь бы ныть но не совсем же безработная в ютюбе же зарплату получает зарабатывает же и муж есть а забыла в такого мужа как у нее надежа как на ежа все сама все сама вот на таких условиях лёха согласился к ней вернуться и жить с ее вообще муж в ее доме странный предмет вроде бы есть а по факту ведь нет и живет и только ей понятно зачем ей такой бесполезный предмет в доме то как он к ней относится и в плане как мужчина его особо не используешь может быть тоже надо платить а потом уже юзать пох его знает вернулась она домой показала какой получила купальник практичная вещь все на завязочках все на завязочках поправилась похудела вообще не имеет значения веревки длинны и цвет оливковый мне тоже понравился я считаю что это очень удачная покупка ну и показала на в общем все что она купила примерял это много но по факту было сложно понять что конкретно она себе приобрела и вот она вываливает эти вещички из пакета и показывает разбавить гардероб яркими вещами у нее таки не получилось взяла на два топа полосатый другой вот этот горбатый я бы сказала джинсовый который топорщится у нее везде и всюду со всех сторон также она себе купила две футболки белого и бежевого оттенка взяла голубое платье белое как по мне так было симпатичнее наряднее там еще когда она повернулась спиной такая спинка красивая интересно было пошита ей понравилось голубое далее стоит диана перед зеркалом показывает себя в футболке и рассказывает историю этой футболке она красила карину и испачкала ее в краску хотела уже выбросить но потом принесла маме и мама боже мой золушка мама волшебница с помощью белизны эту футболку отстирала от пятен даже этого в 30 лет диана не знала как так ну как так не знать элементарно белая вещь белая вещь ради бога залитой этой белизной и все и она сделает свое дело безрукая и безмозглая вещи стирать неправильно но при этом винить стиралку не умеет машинка стирать ей нужна другая складывать вещи она тоже не умеет они у нее сильно помятые когда она их достает из шкафа теперь она обвиняет шкаф он специально он назло ей мнет ее вещи а все просто проблема в пустой голове но понять этого где она к сожалению не может по той простой причине что голова то но пустая вот таким вот был мой обзор на этом я буду его заканчивать всем спасибо за просмотр надолго не прощаюсь с вами всем пока